Всем привет, друзья! С вами Болтарец, и мы продолжаем проходить мистическую и страшную и загадочную визуальную новеллу. Алик поднялся, пытался понять, не приснилось ли ему это во сне. В окошко еще раз настойчиво постучали. Света мирно посапывала, кажется, дети тоже не проснулись от стука. Алик наскоро натянул штаны, аккуратно включил карманный фонарик, оставленный рядом с кроватью, подошел к окну и отдернул занавеску, уставившись в оконное стекло, за которым было темно. Через пару секунд до него дошло, что ставни окон были закрыты. Едва слышно выругавшись, он отпустил занавеску и двинулся на крыльцо. В коридоре было холодно, старуха в келье не издавала ни звука. Открыв дверь, выходящую на открытое крыльцо, он высунул голову и увидел высокого мужчину, стоящего на ступенях. А почему у мужчины, стоящего на ступенях, отрезан нос? Или, может быть, в какой-то местной сельской дискотеке ему хорошенько въехали? Выйдя к нему, городской бандит почувствовал своей кожей мороз. Мороз ночной и угрозу. Может, потому что этот тип был больше его и шире в плечах? Мне кажется, это все из-за носа. А Алик, словно первобытный охотник, в каждом мужчине в первую очередь видел конкурента и всегда оценивал свои шансы на победу. Фонарик он, на всякий случай, убрал в карман, боясь светить им на ночного гостя, словно не желая провоцировать какое-то дикое животное. Незнакомец подошел к Алику на расстоянии вытянутой руки и проговорил низким голосом. Здорово, мужик! Водяру пить будешь? Лица незнакомца не было видно в кромешной тьме, но Алику он уже успел не понравиться. Ну, конечно, а кто приходит вообще ночью, стучится, будет людей и предлагает выпить водки? Ну, ты, блядь, вообще в своем уме нет? Хотя бы, я не знаю, там, коньяка предложил хорошего. Если бы не крупные размеры ночного гуляки, Алик бы уже давно выкинул его за перила крыльца, но здесь не стоило спешить. Какую водку? Ты что, не понимаешь, что у меня там дети и жена спят? Да хрен с ними, кто их украдет тут. Айда с нами, посидим нормально. Алик замолчал, еще раз оценивая свои шансы на победу. Он ненароком оглянулся в поисках доски или палки и, чтобы не привлекать внимания, спросил у незнакомца прикурить. Незнакомец продолжал молча смотреть на своего полуголого собеседника. В какой-то момент Алику показалось, что у ночного гостя разбухший нос размером со свиное рыло. Набили ли от природы такой урод? Подумал он про себя, но вслух произносить не стал, а лишь повторил максимально уверенным голосом. Я не услышал, братишка, у тебя сигаретки-то не будет, а? Или у вас здесь принято не отвечать на вопросы? А вот это уже было дерзко, Алик. Неловкое молчание продолжилось еще пару секунд, после чего здоровяк как-то растерянно начал хлопать по карманам и виноват тобой, блядь. Так, сигаретка, сигаретка, сейчас погоди. О, нашел, держи. Ночной гость вытащил руку из кармана и в тот же момент Алику прилетел удар в нос, от которого у него запрокинулась голова и все вокруг закружилось. А я говорил, не стоит так дерзко. Отшатнувшись на несколько шагов назад, он едва устоял на ногах, как тут же его настиг сильный удар в живот. Алик согнулся, потеряв ориентацию в пространстве, успев лишь осознать, что его ноги оторвались от земли, и он летит на перила крыльца. Только через секунду у даться семейства дошло, что на него напали первым, и он лежит в кустах за крыльцом на каких-то старых досках и палках. В плече больно кальнуло, кажется, какой-то осколок доски или ржавый гвоздь, что еще хуже, впился прямо в плоть. Голова все еще кружилась. На губах чувствовалась кровь. Крыльцо затрещало. На ступенях послышался топот, а следом раздался нечеловеческой силой свист, от которого Алик застрыл в гвозе, забыв про боль. Вслед за свистом ночную тишину разорвали мужские голоса, рчащий смех, словно из старых мультиков про разбойников. Топот в коридоре, шум падающих в йодер, хлопающие двери и крик светы. «Суки! Что же вы творите, падлы?» Отчаянно заорал отец двоих детей и, забыв про все на свете, он поднялся на ноги, схватил одну из досок, на которую упал, и в считанные секунды влетел обратно на крыльцо. Дверь в дом вновь была открыта на стеж. За ней темнота. Алик наскренно щупал фонарик. Корпус был сломан. Щелчок? Ничего. В избе вновь послышалась возня. Топот и крики жены. Выкинув фонарик в сторону, разделенный отец влетел в коридорную тьму, заорав еще сильнее. «Света, я сейчас!» Алик влетел в избу, с ноской в руках, и ему взгляду предстала ужасная картина. «Ну-ка, покажите нам тоже». Стулья были перевернуты, на полу валялись какие-то старые тряпки, куски одежды и посуда. Света стояла в углу выключателя, прижимая к себе детей. На глазах ее были слезы, а губы тряслись от страха, не в силах произнести хоть что-нибудь внятное. «Где они?» Глава семейства выкинул в сторону доску, схватив со стола кухонный нож и решил осмотреть все комнаты. Повсюду была та же картина, сдвинутая мебель, какое-то рванье и даже чей-то старый сапог. Занавески на одном из окон были сорваны. Вернувшись обратно, он еще раз выглянул на испуганную семью и спросил у жены. «Ты их видела? Сколько их?» «Нет, они... Тут все шумело. Меня кто-то за волосы...» Испуганная блогинка прижимала детей к себе, заикаясь от собственных слез. Слова давались ей с трудом, и она жадно глотала воздух. «Так, они где-то здесь. Быстро, за мной, на улицу!» «Ой, я прошу прощения!» Скомандовал Алик и начал уводить семью по коридору, размахивая ножом в темноте перед собой. Но ответом ему была лишь гробовая тишина. Когда они выскочили на улицу, то свет в некоторых избах уже горел. На улице стояло несколько женских силуэтов. От одного из домов бежал мужчина с какой-то палкой в руке. Когда мужчина подбежал ближе, то Алику удалось его разглядеть. Это был пожилой дед невысокого роста и с косматой бородой. В руках у него было ружье. Он тревожно посмотрел на пуганную семью и смешно зашепеляет. «Что случилось? Фу, обидел! Не бойтесь, я всех постреляю!» Алик перебросился пару его фраз о происходящем со стариком, и они решили еще раз внимательно осмотреть дом. Рома смотрел им с лета, когда отвел взгляд, кто заметил неподалеку от себя своего недавнего знакомого. Нескладно сложенный мальчишка подошел к нему поближе и, вытерев нос рукавом, спросил. «Ну что, ты их видел?» «Кого? Кого я должен был видеть? Чертей, что ли?» Алик зашел в избу первым, за ним, скинув ружье, шагнул деду. По всей избе были раскиданы грязные тряпки. У печи валялся дырявый сапог. «А мы бабку-то вообще будем проверять? Может, бабку пришли эти мужики и бабку нашу уволокли?» Про бабку, точнее. В проходе лежала какая-то тряпка, напоминавшая изорванную рубаху. За столом прямо на стуле была поставлена старая фуфайка с заплатками, почерневшими от грязи. Фуфайка была именно поставлена на стул, а не брошена, в отличие от остальных тряпок. На столе виднелись грязные земляные разводы. Уже позже взгляд Алика скользнул на пол. Повсюду были какие-то грязные земляные следы копыт. Не веря своим глазам, Алик затряс головой и уверенно произнес. «Нет, этого не может быть. Только если не ехали за нами след в след. Понимаешь, дед, у меня в городе враги есть. Они это, точно тебе говорю, они запугать хотят нас. Жену мою похитить хотели. Давай осмотрим». Вновь зашепелявил дед. «Им тут негде прятаться. Сейчас мы этих гнид к стенке-то и прижмем». Старик уверенно пошел вперед с ружьем, след за ним шагнул и Алик, сжимая в руке нож. На полу валялась сломанная доска, которую он начал. Сначала пытался защититься. В комнатах также было грязно. Следы оборваны из-за навески, какие-то тряпки и ничего больше. Они осмотрели каждый угол. Проверили шкаф, лежанку на печи. Даже залезли в подвал, но ничего больше не нашли. Алик словно чувствовал, что они никого не найдут, но отказывался в это верить. Старик ничего не говорил и молча поддерживал желание отца семейства осмотреть каждый угол. Они вышли в коридор, чтобы осмотреть синий чердак, и тут за дверью в келье раздался низкий голос. Неприятное и плохо сдержимое гоготание, словно этот кто-то за дверью даже не пытался спрятаться как следует. «Падла!» Процедил сквозь зубы Алик. «Как тебя зовут, дед?» Старик побледнел и, не отводя глаз от двери, тихо ответил. «Витька! Витька! Палыч!» «Слушай, Палыч!» Продолжил Алик. «У них может быть оружие. Я открою дверь, а ты стреляй. Только не мешкай. Я тебя прошу!» Договорились? Дед шумно проглотил слюну. Кивнув в ответ, он перекрестился и вскинул ружье, продолжая испуганно смотреть на дверь уже через мушку. Алик аккуратно подошел к двери. За стеной опять послышался сдавленный смех, перерастающий в гоготание. Чьи-то аккуратные шаги. И тишина. Скрип половиц, и опять тишина. Алик взялся за ручку и посмотрел на старика. Тот нервно кивнул несколько раз, и Алик рванул дверь из-за всех сил. Но дверь не поддалась. Замешка в секунду, Алик из-за всех сил врезался в дверь с плеча. Старые прогнившие дверные доски пошатнулись, на мгновение образовав у косяка щель в несколько сантиметров, и вновь силой прижались обратно. Алик уперся руками в косяк и начал бить в дверь ногой из-за всех сил. После одного из ударов она резко распахнулась, ударившуюся стенку так, словно ничто ее и не держало. Далеко дошла мысль, что он загораживает собой обзор деду, но он так и не смог сдвинуться с места, потому что в комнате все так же лежала мерзкая старуха на своей старой кровати, и больше никого не было. По спине взрослого мужчины, не привыкшего пугаться, пробежал холод, прямо как в детстве. Этого не может быть, думал он про себя. В воздухе чувствовалось что-то вязкое и тягучее. Глаза старухи противно шевелились, а сухая и узкая ополоска рта, как у гадюки, начала медленно расползаться в улыбке. Алик медленно зашел в комнату и заглянул за дверь. Почему-то предвидя, что за ней он никого не увидит. «Нитька!» взвизгнула старуха с такой силой, что Алик вздрогнул на месте. «Че стал? Проходи гостем, будешь!» Ее голос был звонким и полным сил, заполняя пространство в маленькой комнате, а лицо ее все так же едва шевелилось, больше напоминая какую-то маску с подвижными глазами и вяло сжимающейся щелью вместо рта. Старик неуверенно зашел, опустив ружье, а вместе с ним и нижнюю челюсть. «Кого стрелять-то собрался? Вы же не меняли!» Все так же визгливо продолжала старуха. Дед стоял молча и не отвечал. Через секунду, словно проснувшись ото сна, он громко сглотнул и трижды перекрестился. Страх немного отпустил Алика, оставив за собой шлейф непонимания. «Послушайте, бабушка, кого вы здесь прячете?» Натянуто вежливо спросил Алик. «Никого не прячу, все в доме сидят, чай пьют». Лукава ответила старуха и медленно закатила глаза. Ее бледное лицо стало фарфоровым, дыхание не было больше слышно. В одну секунду она изменилась и еще больше стала походить на труп. Мужчины приблизились к телу. Приторная, сладкая до тошноты вонь ударила им в нос. Алик медленно протянул ладонь к лицу старухи и опустил ей веки. Страх окончательно вышел из его тела, а дыхание стало ровным. Боль в руке снова дала о себе знать, словно сигнализируя об окончании стресса. Когда Алик повернулся к кровати спиной и как-то измученно выдохнул, сзади раздался все тот же противный визгливый голос. «Дома сидят, чай пьют!» Это был не страх. Это было чувство тревоги, сжавшее за доли секунды его душу так же, как у Дав, сжимая сопротивляющуюся жертву. Дыхание сперло, и ватные ноги Алика почему-то сами потащили его в избу. Перешагнув через порог, он увидел всю ту же картину. Грязные следы, разбросанные тряпки, дырявый сапог у печи и почерневшая фуфайка на стуле за столом. Он сел на стул, чувствуя какое-то странное напряжение в голове. Следом зашел Виктор Палыч с ружьем в руках. Старик мигленно оглянулся. Кажется, он тоже чувствовал это неприятное напряжение. Взглянув на Алика, он неодобрительно покачал головой, зашел на кухню и, смочив полотенце в рукомойнике, протянул его Алику. «Вытрись, у тебя кровь по лицу! Вон тут, а вот!» Слова старика оборвались, он выпятил глаза куда-то в сторону и его ноги подкосились. Отшатнувшись назад, он трясущимися руками попытался снять ружье с плеча, но паника окончательно завладела пожилым телом. У него ничего не получилось, кроме как громко застонать от страха, вжавшись спиной в печь и показывая пальцем куда-то в сторону. Алик медленно обернулся. Фуфайка, оставленная неизвестным ночным гостем позади него на стуле, держала свои рукава, скрестив их на груди, словно живая. Алик даже не заметил, как он вскочил, а прокинув стул, на котором сидел. Все его внимание поглотила фуфайка со скрещенными руками на груди. В висках чувствовались удары, пульсирующие крови. Двигалась к порогу спиной, Алик натолкнулся на старика. Каким-то неведомым образом, все так же спиной, толкая друг друга, они с дедом перешагнули за порог. Последнее, что увидел Алик, это была рука фуфайки, которая поднялась в воздух и силой ударила об стол невидимым кулаком. Все, что он помнил дальше, это звук разбивающейся сахарницы и то, как они с палочем столкнулись на пороге у крыльца, повалившись на пол. Алик мог бы поклясться, что когда они вываливались кубарем с крыльца на землю, он четко слышал топот, раздававшийся в коридоре. Кое-как добежав до дороги, Алик упал на колено, хватаясь за сердце. Старик пробежал мимо толпы, вскрикивая, как обезумевший. Алик там, а там, а там, а по избе ходил! Часть старушек, толкавшихся на ночном морозе, начала креститься и расползаться по домам. Те немногие, что остались на местах, подошли к Алику. Света, окончательно придя в себя, тоже подбежала к мужу вместе с детьми. Рома был поражен происходящим до глубины души и все же не мог не заметить, как его отец упивался всеобщим вниманием и заботой. Он поймал себя на мысли, что ему нравится наличие в этом доме чего-то такого по-настоящему ужасного. Ведь, чтобы это ни было, оно может заставить бояться и бежать даже его родного отца, который привык к тому, что обычно боялись его самого. Продолжая смотреть в лицо родному отцу, Рома упивался его жалостью и независимостью от внимания толпы. Тем временем, Марья уговаривала всю семью остаться переночевать у нее в домике. Но ясен хуй, мы же не вернемся в избу к этой бабке с чертями, правильно? А поутру вернуться, навести порядок и продолжить нести пост провожающих свою родную бабку на тот свет. Алик для приличия сказал, что он не хочет этого, но точно умрет этой ночью, если еще раз попытается войти в дом. Уже минут через 15 они всей семьей пили чай у Марьи. Взрослые что-то тихо обсуждали. Анечка смотрела по сторонам напуганными и завороженными глазами, словно пытаясь увидеть то, что на них набросилось в ночи. А Рома пребывал в небытие. Все окружавшие его ужасы словно растворились в тумане его сознания. И он совсем ничего не чувствовал и ни о чем не думал. Чуть позже все улеглись спать и Марья погасила свет. Ромке с сестрой пришлось спать на печной лежанке. А что значит пришлось, как будто это вообще самое днище по-моему печная лежанка. Это очень даже классно. Сначала ему было неуютно от старых и затвердевших матрацев, уложенных на лежанку, но очень скоро сила сонного безмолвия утащила его на дно собственного сознания. Сквозь сон Роме казалось, что кто-то хочет его разбудить. Он несколько раз просыпался, но потом вновь оказывалось, что все это ему только снилось. Мир Гурез плотно зажал его в своих объятиях. Ему снилось, как она шел по дому бабушки за каким-то силуэтом. Этот силуэт не был злым или добрым, а может он и не был даже силуэтом, а просто расплывшийся в темноте фигурой. Это был просто кто-то. И этот кто-то хотел Роме что-то показать. Потом он стоял на берегу реки. Небольшая речушка, всего лишь метра два в ширину, но с темной и непрозрачной водой, которая двигалась с огромной скоростью без единого всплеска. Сверху, прямо над ним, свисали ветки лохматых деревьев. А на том берегу стояла прабабушка. Она не была такой обезображенной, как теперь. Она стояла почти ровно, хоть и немного сутулись. Лицо ее было суровым и грозным, но каким-то теплым, при этом родным. Она смотрела на него молча и не двигалась. В ее глазах чувствовалась печаль и усталость, но весь облик ее вскоре призывал к уважению и почтению, нежели к жалости. Затем она что-то сказала Роме. Что-то важное, что-то такое, о чем нельзя забывать. Но Роме не проговаривал этих слов про себя, и он их даже не услышал. Они скорее просто родились в его голове, но были при этом чужими. Словно именно бабушка, стоящая по другую сторону реки, заставила эти слова или мысли появиться у него в голове. Но спроси его, что именно это были за мысли, он бы не смог воспроизвести ни одного слова. Затем он видел ее комнату. Бабушка была мертва, а вокруг нее стояли какие-то странные мужики. Некоторые из них были здоровыми и огромными, некоторые были такими маленькими, что их едва можно было бы отличить от детей, если бы не противные раскрасневшиеся носы и грубые сформировавшиеся черты лица. Они взяли тело старухи под руки и, схватившись за ее конечности, начали двигать ее руками и ногами так, как если бы она сама могла это делать. Кто-то даже ставил руки в ее рот и, двигая ее челюстью, начал говорить своим охрипшим голосом. А не пора бы вне выпить чаю с моими внуками, да покумекать с ними за жизнь. Многие из этих странных уродов тут же рассмеялись, продолжая при этом шевелить ее конечностями и заставив тело старухи встать с кровати. Нежилое тело бабки с опущенными веками зашевелилось и своим тяжелым уходом двинулось внутрь избы. Двери распахнулось и старуха с помощью мелких мужичков, управляющих ее ногами, перешагнула порог. За столом сидели ромины родители. У обоих побелели лица. Света, едва придя в себя, тихо проговорила. Ты чего, бабушка? Мы же тебя уже похоронили. Все эти мужички разных размеров тут же загоготали и одновременно тупая ногами начали сканировать в такт разными голосами. Не мертва, не мертва, не мертва. Один из самых маленьких и шустрых вскочил на стол и начал хлестать тело старухи по щекам со смехом вскрикивая. Просыпайся, просыпайся, не померла еще, не время спать. Вики, бабушки, медленно открылись и она взглянула на семейную пару все тем же усталым, но ясным и живым взглядом. Ромкина родня все еще продолжила смотреть на свою прародительницу, по всей видимости, не замечая ни его самого, ни этих странных гостей. Проснулась, проснулась, не помрешь, пока колесо катится. Раздались радостные голоса со всех сторон. Глаза древней старухи зорко метнулись в сторону некоторых из присутствующих паразитов, бегающих возле нее, и те, словно ужаленные зверьки, разбежались по сторонам. За место хлиставшего на стол вскочил другой с длинными рукавами и огромным картофельным носом, торчащим из-под шапки, опущенной прямо на лицо. Величиной он был чуть больше кота. Медленно и боязливо протянув свои руки со спущенными рукавами к лицу старухи, он вновь задвигал ее челюстью и заговорил своим высоким хрипобатым голоском. «Вы сюда не проводить меня приехали, а дом получить из жадности своей!» При этом глаза старухи смотрели четко на Роминого отца, словно маленький в шапке говорил вместо нее именно то, что она и хотела сказать. Олег дернулся и, как обычно, вспылил. «Да в гробу я видел, халупу твою дырявую!» Света закрыла глаза ладонями и заплакала, проговаривая сквозь слезы. «Нас ищут, бабушка, спрячь хотя бы детей!» Глаза старухи вновь метнулись в сторону. Из-за угла вышел здоровяк с головой размером не меньше приличной тыквы и с нижней челюстью, напоминавшей скорее отвал бульдозера, чем чест лица. Громила ехидно, посмеиваясь под взглядом старухи, подошел к Алику сзади и начал давить ему на плечи. Глаза старухи впились в руки огромного мужика Фуфайки, и в какой-то момент Роме показалось, что не глаза его бабушки следуют за руками этого безобразного атлета, а наоборот. Крепкие медвежьи руки все больше и больше прижимали Алика к столу. Но тут ничего не понимал, хватаясь то за горло, то пытаясь расстегнуть верхние пуговицы своей рубашки, то вновь опираясь на стол, пытаясь хоть как-то что-то сделать, потому что текст, он просто пропадает, и я его не вижу. В какой-то момент руки огромного урода надавили еще сильнее, и Рома услышал, как под ними затрещали кости отца. На стол брызнула алая кровь. Света продолжала сидеть рядом и плакать, закрыв лицо ладонями. Тут же со всех сторон вновь повылазили странные мужички и развернули старуху прямо вместе со стулом лицом Кроме. Мальчик почувствовал суровый, вжидающий взгляд бабушки по своей коже. Затем один ее глаз скосился в сторону, подозвав к себе мелкого с носом картошки. И тот вновь зашевелил отвисшим подбородком старухи, прорав на всю избу слова ведьмы своим мерзким голоском. У старых грехов длинные тени. Кровь отца начала сливаться со столом огромными потоками, словно из ведра замарав половики, ножки стола и табуретов. Ее становилось все больше и больше, и край Красного моря стал медленно подбираться к ногам мальчишки. Все мужички тут же запрыгали, ловко забираясь то на полки, то на столы, то на карнизы, даже тучный здравяк фуфайки, ловко разместился на углу портретной рамки, словно кот. Все они визжали от смеха, будто играя в очень веселую игру и подзадоривали друг друга. Не замарайся, не замарайся, грех запачкаешься. Лужи крови почти коснулась края ботинка Ромы, когда он начал отскакивать, зажимаясь в углу и пытаясь забраться хотя бы на порог. Крови становилось все больше и больше, она начинала затапливать дом. Когда крови в доме было уже так много, что старуха замарала свои ноги по колени, Рома с трудом открыл дверь и вывылился в коридор. После этого была темнота. Когда его разбудила мама, то голова начала просто раскалываться пополам, а глаза никак не могли раскрыться до конца. Все кругом плавало в каком-то тумане. Блять, если бы я такие сны видел, я, наверное, вообще больше никогда бы спать не ложился. Наспех позавтракав, вся семья покинула дом добродушной соседки. Приближаясь к дому, Алекс остановился и решил перекурить. Его взгляд невольно продолжал падать на закрытые оконные ставни. Понимая, что в дом все-таки придется войти, отец семейства докурил, выкинул резким движением хабарик в сторону и шагнул к покосившемуся крыльцу. Семейство двинулось за ним. Когда пол под ногами заскрипели половицы избы, взору вошедших открылась крайне нелицеприятная картина. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все половики были скручены, местами валялись какие-то грязные тряпки. У стола стоял единственный резиновый сапог, а рядом на полу валялась изодранная фуфайка. Алекс взглянул на нее как-то пренебрежительно. Пнув для убедительности фуфайку, словно дохлое животное, он внимательно осмотрелся, а потом произнес. Так, надо тут порядок навести. Девочки убираются, а мальчики выносят мусор. А куда мусор будем выносить? Как всегда холодно и без эмоций спросил Ромка. Да, прям на улицу у крыльца кидаем, вообще похую. Ответил ему отец, разглядывая фуфайку. Все сапоги, тряпки, одежду рваную, все выносим, спалим эту грязь к чертям собачьим. Рома уже хотел было взяться за фуфайку, но папа его остановил. Нет, не трогай, она тяжелая, я сам, да и запачкаешься еще. Подобрав брошенный поблизости еще с ночи кусок доски, Алик аккуратно, стараясь не касаться руками, подцепил фуфайку за воротник и вытащил ее на улицу. Уже через 15 минут на ней образовалась добротная куча тряпья и испорченные обуви. Чуть позже из клети начались вновь раздаваться заунывные стоны старухи и позже из кельи, наверное. Никто старался не обращать на это внимание, но было заметно, когда мочатцы старались не смотреть друг другу в глаза и даже разговаривали в полголоса. Работа по наведению в избе хоть какого-то подобия уюта продолжалась под заунывные стоны прародительницы. Все вокруг, несмотря даже на пробивающиеся лучи солнца, сквозь закрытые ставни, казалось мрачным, гнилым и мертвым. Отходящие от стен обоя, подчерневшая по краям древесина, откалывающаяся штукатурка и гарь, собравшаяся в углах избы. Да, все это было, конечно, отвратительно. Когда Алик бросил спичку на изрядно смоченную бензином кучу трепья, пламя заиграло, выбрасывая воздух из сине-черный столб дыма. Мать тут же постаралась отвезти детей подальше, чтобы не надышаться дымом, от которого исходил ядовитый запах. Кое-кто расспрашивал, чем они занимаются, выслушивали короткие ответы Алика, кивали ему и даже предлагали свою помощь. Чуть позже, когда у долгоиграющего догорающего в принципе разницы нет костра, собралась небольшая толпа старушек, среди зевак появился высокий пожилой мужчина с грубой щетиной на лице. Руки его как-то неестественно болтались вдоль тела, словно веревки. Сам собой он был худощав, несуразен и больше походил на кузнечика. Незнакомец поздоровился с Аликом и вместе со старухами о чем-то начали болтать полголоса так, чтобы дети не могли их услышать. Роме, конечно, хотелось узнать, о чем они говорят, но еще больше ему хотелось спать после бессонной ночи. Он присел вместе с Леночкой на старые доски возле крыльца и постарался насладиться последними теплыми лучами солнца в этом году. Подождите, а кто такая Леночка? Сестра ласково, словно кошка, уложила голову брату на колени и засопела. Через несколько минут к детям подошла мать и сказала, мы сейчас отойдем ненадолго по делам, а вы оставайтесь тут. С участка только никуда не убегайте и в дом одни лучше тоже не заходите, хорошо? Хорошо, как всегда безразлично ответил Рома. Небольшая толпа вместе с родителями двинулась куда-то в деревню. Подождите, что-то я не понял, какая еще нахуй Леночка? У нас ведь сестра же вроде Анечка. Я же ничего не напутал? Или это все, это ли у меня уже крышу поехало? Солнце продолжало медленно прогревать осенний воздух, Рома закрыл глаза, постепенно отдаваясь сладкой дремоте. Все вокруг было наполнено спокойными бытовыми звуками, прогонявшему тревогу. Где-то вдали кричал петух, чуть ближе было слышно, как кто-то колет дрова. Иной раз хлопали чьи-то двери на крыльце. Ох, вот эти вот деревенские звуки, конечно. Все кругом говорило о том, что деревня не такая уж молчаливая и гнетущая, какой она показала семье вчера вечером, когда они только приехали. Сон почти завладел мальчиком, когда он услышал приближающийся звон металла. Привыкший просыпаться от любого шороха из-за постоянных ночных скандалов родителей. Ромка тут же открыл глаза. В нескольких метрах от него у костра стоял парень с велосипедом. Ты это привет? Вяло поприветствовал нового знакомого Рома. Привет, а можно мне с вами тут посидеть? Сказал Витька, это тот самый Витька приехал к нам. Батя, не против, садись. Витька бросил старенький советский аист возле костра, вытернулся растянутым рукавом от свитера и встал напротив ребят. Сапоги, которые были явно больше на несколько размеров, старая выцветшая куртка, растянутый свитер, выдавали в нем ребенка из неблагополучной семьи. Лицо Витьки было измазано какой-то грязью, но при этом светилось от счастья. Он долго смотрел то на спящую Анечку, то на ее брата, улыбаясь во весь рот, а потом неуверенно начал. Ну вот Анечка. Какая там нахуй Леночка была? Это опечатки, что ли, одна за другой? Слушай, а ты расскажешь, что у вас ночью произошло? Ты видел кого-нибудь? Ромка сначала смольщился, но детское желание похвастаться, да и просто хоть с кем-то непринужденно поболтать взяло верх. Ну, было там что-то странное. Я думал сначала, что к нам зверь забежал, медведь может. Ничего себе! Лицо Витьки тут же вытянулось от изумления. Медведь, ты его видел? Осознав, что его новый знакомый, благодарный слушатель, и Ромка даже немного взбодрился и наклонился чуть ближе к своему собеседнику. Но я не видел, да и не было там никакого медведя. Это был вовсе не медведь. А кто? По-другому все началось. Я уже почти уснул, когда услышал на улице какой-то шум. Слышу? Треск. Все шатается, словно кто-то ломится в дом, потом по коридору, а потом дверь силой открывается. Прям сильно так, словно с петель сорвать хотели. Ого! Все так же восторженно воскликнул измазанный парнишка. Ну и тут забегает что-то такое большое, но на четвереньках. Что? Да хуй его знает. Я тогда и подумал, что может этот медведь какой, но ведь не разглядишь в темноте-то. Ничего не было видно, но я слышал, как он рычал, и Аня слышала. Рычал? Ну, не рычал, а так, дышал тяжело. Ну, знаешь, когда с собакой играешь, она так напесится, а потом дышать тяжело и слюни глотает. Вот тут примерно так же. Носится по всему дому, стулья роняет, дышит и нюхает. Я сразу маму звать начал в темноте, страшно сильно кричать, вдруг этот услышит. И что? Ну, она тоже проснулась уже. Как тут от такого не проснешься-то? А потом... А что потом? Ну, потом все за какие-то секунды произошло. Мы с мамой вроде нашли друг друга в темноте, я Аню за руку держал, маму за вторую руку, и мы уже к выходу кинулись, когда ее кто-то схватил. И она закричала. И Аня тоже от страха закричала. Ничего я и не кричала, ставила Анечка, подняв голову с колен брата. А ты спи дальше. Не хочу. Ничего я не кричала. И ты сам, между прочим, больше всего испугался. Рома замолчал всем своим видом, показывая, что он не согласен с мнением сестры, но спорить с ней не намерен. Витька улыбнулся проснувшейся Леночке и постарался развеять затянувшееся молчание. Понятное дело, напугался. Я бы сам обосрался от страха, если бы только сердце быстрее не остановилось. Ну, в общем, я одно понял. Если бы это зверь какой-нибудь был, то он не смог бы маму за волосы схватить. Витькины глаза вновь широко открылись, немного подумав над услышанным, он спросил. А батя твой где был? Он на улице стоял, курил, а когда услышал крики, то сразу же прибежал. Но знаешь, что странно? Что? Утром ему ссадины промывали, да и это возня на улице. Я это ни с чем не перепутаю. Мне кажется, он с кем-то дрался, но только он ничего не говорит при нас. В воздухе повисла пауза, после которой деревенский мальчишка продолжил расспрашивать своих новых знакомых. Слушайте, а правда, что ваш батя бандит? Рома сразу же неловко сконфузился. Некоторые из его одноклассников хвастливо врали, что их отцы настоящие бандиты. Обычно это приправлялось какими-нибудь красочными байками о перестрелках и пытках, но Роме эта тема никогда не нравилась. Когда в компании поднималась эта тема, он старался просто отмалчиваться. А потом менялись школа, одноклассники и история повторялась вновь. Ну, он просто деловой человек, у него знакомые «Правда, все на деревне говорят, что муж твоей мамки настоящий, но вы русский». Нет, сейчас уже нет. Раньше такое было. Старался неловко перевести тему Рома. Да и не был он никогда новым русским, просто знакомые у него такие были общие дела, там вот эти вот «Вась-Вась». «Бизнес, да?» Как-то особенно шепеляво произнес Витька. Да, вроде того. Я особо не интересовался. А что, правда вас теперь еще другие бандиты и вы тут укрываетесь от них? Да с чего ты вообще взял-то такое? У нас прабабушка умирает, вот мы к ней в гости и приехали проводить ее, так сказать, в последний путь. Ну да. Как-то сочувственно произнес сельский парнишка. Сработало, подумал про себя Роман. Это всегда работает. Обычно только с глупыми взрослыми, а они думают, что если ты произносишь какие-то такие важные слова, которые, по их мнению, не может произнести обычный ребенок, то значит у них в жизни происходит что-то очень важное. Детки позрослели раньше времени и их не стоит донимать такими вопросами. Удивительно, что это сработало и на деревенском дурачке, зато лишнего расспрашивать не будет. Решил Ромка и сразу же перевел тему, пока его собеседник не успел опомниться. А у тебя мама с папой где работают? Батя сейчас пьет, а так он лес валит на вахте. Вот как это называется? Валит лес на вахте, ну все понятно. Сейчас неделя отдыха закончится и опять поедет. А я останусь тут бабушке помогать. По одному тому, как Витя изменился в лице и умудрился рассказать столько подробностей об отце, но ни слова не упомянув о матери, Рома догадался, что для него это неприятная тема. Хороший рычаг, если еще раз начнет лезть куда не нужно, обязательно начнут давить на него расспросами о матери. Подумал про себя сын-бандита, решив все же перевести тему на удобную для всех территорию, но не успел. А мама спросила Леночка, которая никогда не отличалась проницательностью своего брата. Какая нахуй Леночка? Почему она то Анечка, то Леночка? Это какой-то прикол? Я не понимаю. Типа полное имя Анастасия, а уменьшительно ласкательная Настюша. Так и здесь что ли, блять? Аня и уменьшительно ласкательная Леночка, что за бред? Зато у нее абсолютно невинный талант произносить вслух все то, о чем обычно старались умолчать. И очень красивые голубые глаза, за которые ей все прощали. Мама, она умерла. Какой-то растерянный, как-то растерянный произнес Витька и тут же неловко заулыбался, отводя взгляд в сторону. А почему? Опять спросила Лена, заставив своего брата насупиться и отвести взгляд, как он обычно это делал, когда его отчитывал отец. Витька шмыгнул носом, потерев его рукавом и негромко произнес. Ну, ее ваша бабушка. Она ее на тот свет отправила. Такие вот дела. Аня широко открыла свои без того большие глаза и впилась ими в сельского парня. Кто, блядь, писал эту новеллу? Кто текст составлял? Почему Аня и Лена-то постоянно чередуются? Хорошо, что Ромка всегда при своем имени остается. Рома, позабыв привычку не проявлять никаких эмоций, сделал то же самое. Немного промолчав, Анечка все же спросила. Как? Она что, прямо убила ее? Ну, я тогда совсем маленький был, продолжил Витька. Я помню, что мама заболела и почти не могла ходить, чаще все время в постели лежала. Она все говорила, что ваша бабка ходит к ней ночью и душит ее и что ей совсем чуть-чуть осталось, больше она не протянет. Только другие все говорили, что это от жара у нее, что бредит она и ей кажется всякое. А потом ночью помню, как проснулся и увидел тени возле ее кровати. Там стоял кто-то, я тогда так напугался сильно, потому что не наш это был, а кто-то чужой. Я сразу же папу позвал, он побежал к ней, а она на лежанке была и как вцепился в кого-то темного руками, стащить не может никак с места. Я тогда изо всех сил кричал, помню, что и папа кричал и все такое странное было. У него потом паралич был, а меня к тете отвезли. Я ничего не понял, с растерянным видом произнес Ромка. А с чего ты взял, что это наша бабка-то была? Мне потом отец рассказывал. Это она была, стояла и душила его. Когда он побежал к ней и схватил руками, чтобы от мамы оторвать, то даже с места не смог ее сдвинуть. Тианин говорит, а руки ватные, словно. Вся сила из рук уходит. Он тогда и матом ее, и всяко. Надо было еще метлой, шваброй и всем, чем только можно. Она потом на месте прямо растворилась, а мама уже мертвая была. И руки у него тогда заболели. Почти не двигались. С годами лучше стало, но все равно. Он когда с работы возвращается, бывает утром встает, а руки только через час двигаться начинают. А как? Как она в дом-то вошла и куда потом растворилась? Не переставала удивляться Рома. Да она же ведьма, сказал Витька и опасливо взглянул на дом, которому вело крыльцо, словно кто-то из дома мог их подслушать. Она же все может. Тенью вошла и исчезла, как тень. Она все может. Она много людей сгубила. Нет. Что-то не так. Да не бывает такого. Никак не мог успокоиться правнук ведьмы. Ты что, вы совсем про нее ничего не знаете, что ли? Рома с Аней переглянулись. Если Анечка все так же удивленно смотрела на Витьку, то на лице у ее брата уже проступили первые нотки сомнений. Но он все еще был шокирован рассказом и не мог поверить в то, что такое возможно. Человек может вот так вот рассказывать о том, как его маму задушила ведьма, пробравшаяся ночью к ним в дом, словно это не личная трагедия, а какая-то страшная сказка. Но лицо Витьки по-прежнему оставалось каким-то пустоватым и даже немного добродушным, словно у психически нездорового человека. Я вам расскажу. Она с кладбища ночью задом наперед шла. Я сам видел. Куда? Куда? Домой. Домой шла, но задом наперед, понимаешь? Спиной идет, а руки на груди сложены. И не споткнулась ни разу и ничегошеньки ей в темноте не сделалось, хоть и старая. А зачем она так шла? Осторожно попыталась узнать Рома. Да, она же ведьма. Может, она так колдовала? К ней с лесу всякие приходили. Вот дед Мирон подтвердит, он сам видел. С лесу к ней зашли как восвоясь и не вышли. И не вышли, кто такие? Кто? Никто не знает. Может, черти. Она много людей сгубила. Вот пожар был тоже в соседней деревне. На свадьбе, говорят, все видели, как тамошнего колдунью бабку кто-то в избе горящий держал и не давал со стула встать. Так и сгорела там. Она животных изводила, людей в лес отправляла и все, и больше никто и не видел. У нее нечистые водятся, это все знают. И они за нее могут какую угодно работу сделать, потому она сильнее любой знахарки. И потому и не умереть так просто, когда такая сильная ведьма убирает, вся нечистая сила отпустить ее не может, пока она ее не передаст кому-нибудь. Вот она ваших родителей ждала. Пока брат сестрой с потерянными лицами продолжали пытаться переварить услышанное, Витька вновь попытался вернуться к старой Тиме. Слушайте, а это ваша машина? Я вот всегда думал, что новые русские ездят на крутых тачках, как в фильмах американских. А у нас вообще-то был Мерседес, но папа его на днях продал и купил эту развалюху. Вослива выпалила сестренка. О, Мерседес, круто, у вас, наверное, дома полно всяких игрушек. Да, не останавливалась Анечка. У меня несколько коробок кукол и огромные конструкторы лего, а у Ромы есть еще трансформеры, которые даже разговаривать умеют. Прекрати хвастаться, оборвал сестру Рома. А я и не хвастаюсь, он сам спросил, а я и ответила. А у тебя, у тебя какие игрушки? Витька немного притупил взгляд. У него деревянные игрушки приколоченные к полу, блядь. У меня нет ничего. Вот великотец купил в прошлом году в соседней деревне и починил его. Теперь я и сам его чинить умею. А игрушки? Что, совсем ничего нет? Удивленно спросила Анечка. Нет? Когда я вырасту, то стану таким же крутым, как ваш папа. Буду тоже новым русским и бизнесом заниматься. Себе Мерседес куплю, а детям всяких игрушек. Ничего не пожалею. Пока Витька болтал со своими новыми городскими друзьями под крыльцом, за их спинами уже появились взрослые, приближающиеся к дому. Впереди шел отец занимать с какими-то старушками соседкой Марьей, а также несколько мужиков с инструментами и палками. Когда отец подошел ближе, Витька пристал, бросив на Алика восторженный взгляд и поздоровался с ним. Здрасте! Алик демонстративно остановился напротив сельского мальчишки, пренебрежительно взглянул на него и не отводя взгляда спросил у сына. А это что за беспризорник здесь ошибается? Румино лицо залило краской, но отец этого не заметил как и всегда. Да. Ну а что будет дальше, ребята, и как будет разворачиваться вся эта история и чем она самое главное кончится, мы узнаем в следующей серии. А может быть даже еще и через две. Хуй его знает, насколько эта визуальная новелла затянется. Так что подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.